Глава региона обратил внимание на безопасность детей в связи с началом нового учебного года. Речь шла о школьных маршрутах, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Соответствующие рекомендации ответственным лицам и ведомствам уже даны. Убедительно прошу неукоснительно их соблюдать. От этого напрямую зависит жизнь и здоровье наших детей. Я подчеркну, что все необходимые средства на обеспечение безопасности в школах были заложены в полном объеме. Губернатору Алексею Русских поступают вопросы от дольщиков ЖК «Лидер», «Авиатор», микрорайона «Центральный» об отсутствии строительных работ. Также поступают жалобы на благоустройство и проблемы с водоснабжением. Глава региона поручил детально разобраться в ситуациях и решить их. Я напомню, что в ближайшее время провожу традиционную прямую линию с жителями области. Все вопросы, жалобы и предложения принимаются на моих личных аккаунтах через платформу обратной связи госуслуги «Решаем вместе». По телефону 122 на сайте правительства региона в разделе «Обращения к гражданам», а также на страницах в соцсетях общественной палаты Ульяновской области. Подчеркну, что все поступающие вопросы будут взяты на контроль. Ни одно обращение не останется без внимания. В Ульяновской области стартовал конкурсный отбор проектов поддержки местных инициатив. Практика реализуется в регионе с 2015 года. За 7 лет почти 500 проектов на сумму более 677 миллионов рублей были реализованы в Ульяновской области. Полумиллиарда – это именно средства областного бюджета, а, конечно, остальные средства – это средства местных бюджетов и средства населения. Это могут быть различного рода проекты – это и дома культуры, и библиотеки, и объекты водоснабжения, и проекты губоустройства. В Ульяновской области прошли общественные обсуждения концепции развития территорий бывшего Суворовского училища. В очных обсуждениях приняло участие более 100 человек. Многие высказали свою позицию. Именно это, наверное, мероприятие помогло нам взять в объектив всю разность мнений. Мы воочию, все участники увидели основные ключевые тематические группы пользователей, которые, скажем так, в той или иной степени хотят видеть функцию, нужную себе на этой территории. Это музейно-выставочная функция, труднообразовательная, военно-патриотическая. Это пространство для молодежи, для бизнеса и творчества. Осенью в регионе проведут шесть больших субботников. Первый состоялся 26 августа. На упорку вышли более 20 тысяч жителей. Упор делали на очистку магистральных дорог, цветников и клумб. К первому сентября также планируют помыть опоры освещения и остановки. План работ на период двухмесячника нами сформирован по двум основным направлениям. Это наведение чистоты и порядка и проведение благоустроительных работ. Муниципальные образования качественно подошли к составлению платного работ по осеннему благоустройству. И определили для себя задачи по 20 мероприятиям, по 20 видам работ в ходе этого двухмесячника. В Ульяновской области завершается уборочная кампания. Уже удалось намолоть более 2 миллионов тонн зерна. Это существенный вклад в экономику и продовольственную безопасность для Ульяновской области и страны в целом. У нас два муниципальных образования, которые превзошли объемы в 200 тысяч тонн. Это Чердоклинский и Целинский район. Также хочу отметить, что самая наивысшая урожайность по овалому сбору среди муниципальных образований – это Меликевский район, абсолютный лидер, 300 тысяч тонн. На заседании штаба также обсудили подготовку к первому сентября. Работодателям рекомендовано предоставить выходной день с сохранением средней зарплаты родителям младшеклассников. На совещании говорили о состоянии городских скверов. В парках «Семья» и «Дружба народов» подрядчики по гарантии переделают некачественно уложенный асфальт. 11 сентября в Ульяновске отметят День города. Праздничные мероприятия продлятся три дня. Впервые в регионе состоится второй межрегиональный фестиваль колокольного искусства, на который соберутся лучшие звонари России. Ульяновцев приглашают принять участие в празднике.